Субтитры создавал DimaTorzok Чрезвычайное происшествие! Сегодня в Богучанах произошло возгорание двухквартирного дома. Учить это призвание! Сегодня Всемирный день учителя! Здравствуйте! В эфире новости Богучанского телевидения в студии Александра Мажеванова и обо всем более подробно. Сегодня в Богучанах произошло возгорание двухквартирного дома. В момент прибытия на место происшествия пожарные обнаружили, что горит крыша дома на площади 150 квадратных метров и веранда квартиры номер 2 на площади 40 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Для тушения использовались три автоцистерны и были задействованы семь пожарных спасателей. Через 15 минут после прибытия первого расчета пожар удалось ликвидировать. В результате пожара веранда и крыша дома повреждены полностью. Площадь пожара составила 190 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. На месте происшествия работают дознаватели и выясняют все обстоятельства. Сегодня Всемирный день учителя. По традиции в школах в этот день лучшие ученики старших классов самостоятельно проводят уроки, а учителя принимают поздравления. В районном Доме культуры на праздничном концерте сегодня благодарили учителей за их работу. Самым заслуженным вручили грамоты и благодарственные письма. Праздник сегодня на самом деле уникальный. Каждый взрослый человек всегда с особым волнением вспоминает школьные годы, учителей своих первых. Я по своей жизни всегда знаю, что учитель, где бы я ни был, где бы ни работал, для меня слово учитель – это почти как святое. На самом деле по седьмому рядом, которые заботились, берегли, уважаемые наши педагоги, все наши дошколята, ветераны. Я не знаю, в зале присутствуют, я уверен, наши коллеги из нашего ангарского техникума, педагоги дополнительного образования, учителя наших школах искусств. Это огромная армия и, конечно, вас гораздо больше. Рядом с вами попечительские советы, родительские советы, очень внимательные и не очень внимательные родители. И за всем этим стоит особая ваша ежедневная работа. Я искренне вам благодарен за то, что вы когда-то выбрали эту профессию. Дорогие друзья, с праздником, добра, уюта, мира и хорошего праздничного настроения. В Доме культуры поселка Таежный сегодня также проходит концерт, посвященный Дню Учителя. Сюжет о том, как прошло празднование, смотрите в нашем следующем выпуске. И к другим темам. В районной администрации прошло еженедельное аппаратное совещание. В начале совещания исполняющий обязанности главы Бугучанского района Владимир Сар поблагодарил глав поселения и управления культуры за организацию мероприятий, посвященных Дню Добра и Уважения. Для людей старшего поколения прошли концерты практически в каждом поселке. Владимир Сар лично посетил 8 таких мероприятий. Далее участники совещания перешли к повседневным вопросам. Семен Лопачак доложил о ходе расследования инцидента с загрязнением Ангары нефтепродуктами. Напомним, 19 сентября сотрудники Бугучанской метеостанции обнаружили на реке Ангара пятно от нефтепродуктов и сообщили в администрацию Бугучанского района. Чтобы остановить экологическую катастрофу, из Красноярска прибыл отряд спасателей, которые установили на Ангаре боновое заграждение и провели обработку сорбентом, экологически чистым порошком, который формирует из нефтяного пятна гель и не дает ему дальнейшего распространения. Исполняющий обязанности начальника отдела по делам ГОИЧС рассказал, что на данный момент удалось выяснить. Мы нашли людей, которые работали там в 80-е годы на этой производственной базе, уточнили причину аварии, то есть вкопанной емкости под дизельное топливо. В 1982 году произошла разгерметизация одной емкости, то есть с момента, пока причину обнаружили и устранили, в грунт выбежало порядка 30 кубов дизельного топлива. Ну, соответственно, так как Бугучанская ГЭС не была введена в эксплуатацию, уровень в реке Ангара у нас держался стабильно, то с водом Бугучанская ГЭС уровень воды начала увеличиваться, падать, так как ГСМ, здесь топливо, тяжелое топливо, то есть оно находилось в грунте, после того, как уровень в реке Ангара упал, соответственно, они с грунта вышли, с грунтовыми водами в речку. А что сделано? Мы направили письмо в Красноярский институт проекта «Водоканал», чтобы они нам хотя бы приблизительно сказали, какие работы необходимо делать. Но при этом предварительно мы пригласили представителя «Транснефть-Восток», который занимается именно деятельностью разлив нефтепродуктов. То есть он нам подсказал определенные методы решения этой проблемы. На основании этого мы здесь со службой заказчика разработали смету и направили вчера письмо в агентство по гражданской обороне, чтобы рассмотреть вопросы о выделении этой суммы из резервов Красноярского края. О ходе отопительного сезона рассказал главный инженер «Красека». По оперативной обстановке на участке тепловых сетей и котельных установок за последние сутки на 8.00 произошло 4 аварии. Устранено 3. На настоящий момент произошло 125 аварий. Это с 1.00, с 1.09. Из них устранено 110 к устранению 15. Все котельные запущены, находятся в работе. По абонентам 8 человек находятся на данный момент без тепла. На сегодня будет устранено, я думаю, уже 5 человек будут обеспечены. О подготовке к реализации новой пенсионной реформы рассказала начальник управления пенсионного фонда в Богучанском районе Тамара Хардикова. Изменения по действующему законодательству, установление особой льготы, которым приходить на пенсию, право оформить пенсию на 6 месяцев раньше нового пенсионного возраста. Вы знаете, что пенсионный возраст для женщин увеличен до 60 лет, для мужчин 65 лет. Поэтому какие-то изменения по нашему северному стажу, что на 5 лет выходим раньше, пока я еще не обнаружила в этих изменениях. Но думаю, что эта норма сохранится, поэтому, соответственно, здесь вот в 2019 и 2020 году на 6 месяцев позже может выйти человек, достигший возраста в наше время 55 и 60 лет. В завершении совещания рассматривался вопрос о выдаче разрешений на строительство жилья и объектов промышленного назначения. Подробно об этом расскажет главный архитектор Богучанского района Сергей Сорокин в рубрике «Консультация специалиста» сразу после программы новости. Телерадио компания «Спектр» Богучаны. Строительство лесных дорог в районе решает большое количество задач. Главные – это работы по освоению лесов, а также доступность к местам тушения лесных пожаров и оперативность в их локализации. С этими задачами успешно справляется акционерное общество «Краслесинвест». В этом году предприятие планирует построить 133 километра лесных дорог. Наша снаемочная группа побывала на месте строительства дороги Душикан-Хребты. Дорожно-строительный отряд «Краслесинвеста» работает сегодня на участке дороги Душикан-Хребты. Сюда брошена современная тяжелая дорожная техника – экскаваторы, самосвалы, виброкатки. Для обустройства противопожарных полос работает бульдозер «Рубеж». Начинается строительство с уборки плодородного слоя земли бульдозером. Потом, где необходимо, укладывается лежневый настил в топких местах. Потом уже более крупной фракцией мы засыпаем дорогу. Укатываем катком и следом еще 20-30 сантиметров более мелким слоем материала еще раз проходим, разравниваем и опять же укатываем утрамбовываем. С февраля нынешнего года силами дорожно-строительного участка «Краслесинвеста» в Глухой Тайге уже построено 40 километров дорог. В день рабочие осваивают порядка 300 метров. Из-за сложного рельефа местности приходится строить и мосты. Здесь они по-настоящему таежные – из кругляка и досок. Срок их службы довольно солидный – 25 лет. Трудности возникают из-за рельефа, бывают горы, приходится прокладывать, опять же, очень много лежневого настила, строить мосты через речки. Много пропускных мостов, сооружений, чтобы дорога, получается, дышала и ее не подмывала. Вдали от дома для строителей созданы все условия комфортного проживания и отдыха после рабочего дня. Дизельная электростанция, столовая, телевизор и даже интернет. До конца года таежные строители планируют сделать еще 47 километров магистральной дороги Душекан-Хребты, а также 46 километров второстепенных дорог, веток и усов. «Краслесинвест» – самая активная лесопромышленная компания по строительству и содержанию лесных дорог в Красноярском крае. За годы деятельности предприятия построено и обслуживается 390 километров дорог. Все они используются не только предприятиями лесного хозяйства, но также и местными жителями. Людмила Кочнева, Николай Брюханов, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр» Багучаны. В преддверии Дня сельского хозяйства, который будет отмечаться 14 октября, мы побивали на ферме Юрия Гацкон, которая расположена в далеком сибирском лесу. В отличие от известного большевика Орджоникидзе, которого осудили на вечную ссылку в Пинчукскую волость, Юрий Гацко добровольно выбрал это глухое таежное место для своей фермы. Сто лет назад здесь были разработанные поля, где выращивали овощи для постоялого двора. Здесь останавливались и дворяне, и представители царской семьи, и просто путники, следующие на север страны. В советское же время это место пришло в запустение, пока таежненский фермер не решился вновь обработать этот участок. Своими силами построил ферму, завел свиней, коров, птицу, и вроде дело завязалось. В хороший год Юрий Гацко продавал до 100 поросят. На ферме содержал только породистых хрюшек, которые отличались хорошим качеством мяса и плодовитостью. Но к хорошему началу нашелся плохой конец. Сейчас запретили здесь держать водоохранную зону. Вот надо все это, клетки эти ломать, поросят загонять, ой, этих. Под коров все переделывать. Россельхознадзор вынес постановление о том, что в пределах 2,5 километров от берега реки держать более двух головы свиней запрещено. С законом не поспоришь. Пришлось Юрию ликвидировать всех маток и сделать основной упор на крупнорогатый скот. Хотя для фермера продавать свинину выгоднее, чем говядину. Потому что свинья – это самое многоплодное животное. В течение полгода может 100 килограмм достичь. И все же фермер не опускает руки. В наличии есть трактор. Необходимы инструменты и желание трудиться дальше. Сделать из свинарника загон для коров, конечно, потребует времени. Но, как говорит Юрий, в тайге время движется медленнее. А значит, можно успеть сделать больше. Вот он, шоколадный. Да, дымка. Вот он, мартым. Полгода ему всего. Вот полгода тилку. Для коров здесь есть все условия. Большие поляны для пастбища. Хороший водопой. Сейчас у него 9 голов крупнорогатого скота. Но помимо содержания коров, есть еще много других планов. Ну, сейчас собираюсь рыбу. То есть, друзья, малька карпа дадут, а белого амура надо, тот траву ест. Это покупать надо будет. И озеро здесь большое, больше километра длиной. Вот там рыбу разводить буду. А вот это поле я хочу вспахать все. Желательно. Мечта у меня. Потому что вот из картошки себестоимость 5 рублей. А в магазине 26 рублей стоит. Это 400 процентов. Техники не хватает. Чего тракторок старый, надо культиватор, окучник. Много чего надо, чтобы вот это поле вспахать. Картошки-то я найду посадить. Друзей много в поселке. Картошкой и овощами фермер планирует снабжать детские сады и школы родного поселка. А может и всего района. Все начинания Юрия поддерживают родные и близкие. Всегда придут на помощь. У меня 4 сестры, 2 брата. Мать, племянников. Сколько там, 12 или 14? Все взрослые уже. Только клич к нему, и все, все здесь. Помогаете. А чем помогают? Ну, кто как. Кто на покосе помогает. Кто финансово помогает. Кто как. По словам Юрия Гацко, сложнее всего дождаться помощи от государства. Он пытался участвовать в краевых грантах, но везде получил отказ. Фермер уже смирился с этим, говоря, лишь бы не мешали. Быть фермером невероятно тяжелый труд, поэтому тратить свои силы на то, чтобы ломать палки в колесах, нельзя. Ведь силы могут пригодиться в своем хозяйстве. Александр Мажеванов, Александр Черкашин, Николай Брюханов, телерадиокомпания «Спектр Богучаны». Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой вы увидите, зачем сотрудники Богучанского рыбнадзора ездили в Хабаровский край. В рубрику «Старая пленка» еще много интересного. Внимание! Акция! Только с 1 по 31 октября при подаче объявления в бегущую строку на телеканале «Спектр Богучаны» скидка 60%. Спешите! Зоопрепараты в первой единственной круглосуточной аптеке «Юниго». Все для лечения ваших домашних животных в наличии и под заказ. Действует накопительная система скидок. Пенсионерам скидка 5% всегда. В ассортименте различные зоопрепараты по содержанию и ходу за любимым питомцем. Специальные средства по уходу за ушами и глазами, капли для регуляции половой охоты, кормовые минерально-витаминные добавки. Чтобы вашего питомца не беспокоили блохи и клещи, в аптеке «Юниго» можно приобрести различные защитные средства. Все товары отличаются высоким качеством и безопасностью. А значит, вы можете быть спокойны за здоровье любимого питомца. Наш адрес перенсона 19 дробь 1. Номер телефона 22 761. Компания «Рулевой» предлагает ежедневные рейсы из Богучан и Красноярска на комфортабельных микроавтобусах. Водители очень опытные, вежливые и аккуратные. Рейсы ежедневно в 9.30, в 14.00 и в 18.30. Также бывают дополнительные ночные рейсы. Для немедленников у нас скидки в течение месяца на рейсы из Красноярска. В апреле у меня день рождения, поэтому с компанией «Рулевой» весь месяц ездил со скидкой. Компания «Рулевой» – страхование жизни каждого пассажира. Я доверяю компании «Рулевой». Сегодня на поле возле паромной переправы снова многолюдно проводится субботник. Сотрудники Богучанского сельсовета и районного автотранспортного предприятия убирают мусор, достают пни от спилинг во время конкурса бревен и облагораживают территорию. Сцену, которую специально изготовили для проведения конкурса «Ангарский лесоруб», решили оставить. Планируется, что конкурс будет ежегодным. Но уже нашлись предприимчивые граждане, которые оторвали час досок. Видимо, для того, чтобы их применить для собственных нужд. Об этом рассказал глава Богучанского сельсовета Александр Ильиндеев. Хотелось бы заострить внимание, что на территории, где проходили праздничные мероприятия, осталось имущество. Это имущество муниципальное, потому что материал передан нам по договору. Здесь вложены деньги на изготовление всего, то, что в данный момент сцены. Хотелось бы обратиться к жителям, что все это охраняется по закону. Не надо ломать, не надо крушить. Повстараемся сохранить это на следующий год, чтобы не вкладывать опять наши деньги бюджетные, не складывать деньги спонсоров в то, чтобы здесь снова проводить подготовительные мероприятия. Поэтому такая большая просьба к нашим жителям. Сотрудники Богучанского межрайонного отдела по охране водных и биологических ресурсов приняли участие в большом рыбоохранном рейде в Хабаровском крае на реке Амур. Основная цель этого мероприятия – сохранение осетровых на период миграции и защита лососевых видов рыб в период нереста. Большие рейды с привлечением специалистов из регионов в Хабаровском крае проводились впервые. Несмотря на то, что осетровые виды рыб занесены в Красную книгу, и браконьерам предусмотрена статья 258 Уголовного кодекса. Группа состояла из 15 человек. То есть там и с Новосибирска были инспектора, с Волгограда, с Астрахани. Связанное с этим, что сохранить популяцию лососевых видов рыб – это горбуша, кита летняя, кита осенняя. И сохранить осетровых. Они сейчас мигрируют по Амуру. Также готовятся к зимованию. Пять уголовных дел составлено. Привлечено к ответственности 9 человек. Четверо из них вылавливали осетровых, пять человек лососевых. Два дела составлено на должностные лица. Это предприятия, которые заготавливают рыбу. И два материала составлено на гражданину. Ни для кого не секрет, что сдача норм физкультурно-спортивного комплекса ГТО вновь стала популярна в нашей стране. И дети, и взрослые массово сдают нормативы, чтобы получить заветный значок отличия. Для кого-то это стимул для занятий спортом, а для кого-то дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Но главное, что участником фестиваля может стать каждый. Осенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО собрал немало школьников на стадионе Ангара. Многие из них приехали сюда именно за золотым значком. Поэтому стараются выполнить все нормативы на отлично. В фестивале приняли участие 15 команд общебразовательных учреждений. Все они соревновались в нескольких дисциплинах. Бег на дистанцию 60 метров, упражнения на гибкость, кросс у девушек это 2000 метров, у юношей 3000 метров и челночный бег. Перехожу в 10 класс, экзамены сдала хорошо. Занимаюсь баскетболом, футболом, всем. Всем увлекалась, но почему-то только именно на спорте остановилась. ГТО – это не просто получение знака отличия. Это в первую очередь совершенствование самого себя, своего внутреннего «я». Подготавливая себя к выполнению нормативов комплекса, участники оттачивают свою координацию, становятся более целеустремленными, морально и физически закаленными. Целеустремленность повышает, повышает выносливость на пути к любой цели совершенной, чтобы ты поставил себе цель и дальше шел к ней не останавливаясь. Ну, рассчитывал, конечно, на золото, но вряд ли, наверное. Постараемся, если что, потом пересдадим. Будем стремиться. В командном зачете первое место заняла Богучанская школа номер 4, второе место заняла Богучанская школа номер 3, третье место заняла Богучанская школа номер 2. В личном зачете среди юношей лучшим стал Гвоздев Сергей, второе место занял Миронов Павел и третье место досталось Целиковскому Сергею. В личном зачете среди девушек победительницей стала Рынденко Екатерина, второе место заняла Яцкиф Наталья и третье место Максимова Олеся. Людмила Кочнева, Александр Черкашин, Сергей Бегишев, Николай Брюханов, телекомпания «Спектр» Багучаны. Сегодня в рубрике «Старая пленка» сюжет 2003 года. 15 лет назад еще не была запущена Багучанская ГЭС, но уже были проблемы с навигацией. А планы по сплаву древесины по ангаре были под угрозой срыва. Как лесозаготовители вышли из этой сложной ситуации, смотрите в сюжете из рубрики «Старая пленка». Сплавные работы на ангаре в этом году доставили немало хлопот руководителям лесосплавных предприятий района. Сообщение Министерства природных ресурсов о сокращении сроков навигации буквально ошеломило коллективы леспромхозов. Древесины было слишком много, чтобы отправить ее в краткие сроки. Оставить продукцию на берегу означало подорвать экономику предприятий. Письма с просьбой пересмотреть сроки навигации директора и руководства Багучанского района отправляли во все инстанции. На этой неделе районной администрации было получено сообщение, что сроки пересмотрены. Вообще вопрос по многим предприятиям, организациям задают, когда и насколько будет снижаться вода. Вы, наверное, видели все по телевидению, что в Иркутской области прошли дожди. Ряд рек, так сказать, поднялись, и это каким-то образом, видимо, сказалось на сегодняшней ситуации по Ангаре, это первое. И вторая ситуация, почему пока вода держится и будет держаться по прогнозам до 27-го, это связано с теми письмами, которые мы готовили на законодательное собрание края, на Улса, готовили на губернатора Хлопонина. Ну, то есть вот занимались по ряду направлений, которые, вот как они сейчас отвечают, говорят, вот эти письма сработали. Чтобы отправить в срок всю древесину, работали в две смены, круглосуточно, без выходных. И сегодня сплав почти завершен. Деловую древесину отправили, сейчас сплавляют низкосортную древесину и дровяную. В ряде предприятий остались такие низкосортные, значит, ассортименты, как, ну, техсырье, дрова, это вот 28 тысяч кубометров осталось еще по Пашутина. Это, грубо говоря, четыре плота, которые они должны отправить дровяной древесины. Значит, около 20 тысяч такой же дровяной древесины осталось по Говорково. Значит, тысячи две кубометров деловой по Неванке и полторы тысячи дров по, значит, тоже Неванке. Ну, и низкосортная древесина осталась по Шевере. Пинчуга у нас давно закончила со сплавом, потому что объемы были невелики. Манзе тоже уже закончила давно со сплавом. И Нижняя Теря тоже закончила. Недавно закончились сплавные работы Артюгинский леспромхоз. И везде по этим предприятиям осталась только текущая сброска. Поэтому, если говорить, то со сплавом Багучанский район практически справился. А текущую можно отправлять до самой зимы, так сказать, до ледохода. Опасная ситуация миновала. И теперь уже низкий уровень воды в реке никак не отразится на стабильности экономики предприятий. Это были все новости нашего выпуска. Далее вы можете посмотреть и рубрику «Консультация специалистов», в которой главный архитектор района расскажет о том, как получить разрешение на строительство. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи. Срок в 7 дней мы выдаем разрешение на строительство или отказ. Отказ по причине некорректной документации, ну и также непредоставления других документов, которые требует 51-й закон. 51-я статья Городостроительного кодекса Российской Федерации. Так вот, в этот кодекс были внесены, совсем месяц назад, чуть-чуть побольше, внесены достаточно большой комплект изменений. Весь кодекс ворошить не будем. Мы коснемся только статьи 51 Городостроительного кодекса, где сделали еще один подраздел 51-1. Здесь и выдачу разрешения на строительство выделили в отдельную статью для индивидуального жилищного строительства. То есть, сегодня индивидуальный застройщик, как рапортует президенту, не требуется получение разрешения на строительство для строительства индивидуального дома, не предназначенного на раздел по квартирам. Не требуется. Это означает, что облегчение, скажем так, воля, свобода. Ну вот, 51-51, пункт 1 говорит, что сегодня застройщик, получив земельный участок, не надо подготавливать градостроительный план даже, может нас в письменном виде уведомление сделать, что он начинает строительство, и получив от нас уведомление, что ваше строительство учитывается, что вы начинаете строить, и не противоречит, ну, той зоне, не противоречит нормам и так далее, и там подобное, вы можете строить. Все. То есть, это не разрешение, это обмен уведомлением. Да, это обмен уведомлением. Ну, что здесь немножко усложнилось. Если раньше застройщик писал заявление и прикладывал требуемые документы, ну, то есть, документы там на землю, на градостроительный план, схему планировочной организации, писал одно заявление, прошу выдать разрешение, то сегодня на застройщика, как говорится, он пишет уведомление, это вот один лист, второй лист, третий лист. Фактически, застройщик сам пишет все показатели будущего, которые мы раньше выдавали в разрешении на строительство, сегодня застройщик вписывает сюда все показатели будущего его дома. Мы эти показатели оцениваем и даем ему маленькую, на одном листочке уведомление, что ваши показатели, как говорится, не противоречат параметрам разрешенного строительства на данной территории. очень мало застройщиков, которые могут вообще понять, какой параметр там, площадь, площадь не могут посчитать, ну, может быть, так учились или еще что-то, ну, они, конечно, и не строители. Вот, ну и в Москве, допустим, вот такое уведомление, сейчас фирм очень много, 40 тысяч, пожалуйста, мы вам заполним это уведомление в правильном виде. Сложность еще вот в чем. Поскольку застройщики не все могут печатать на машинке, допустим, они пишут здесь мелким почерком, который разобрать нам тоже очень сложно бывает. Вот в этом плане, что фирмы, да, действительно предоставляют такую услугу. То есть облегчили жизнь гражданам. Ну и еще немножко. Если мы ранее, раньше индивидуальную жилую застройку мы не вводили, вот мы не осуществляли, то сегодня, перед тем, как... А, застройщик построил жилой дом и сразу напрямую обращался в МФЦ, допустим, за регистрацией своего дома. Ему подготавливала фирма техплан этого дома. И он с этим техпланом уже регистрировал. То есть сегодня требуется законом, чтобы орган местного суммого управления сделал уведомление об окончании строительства. То есть это фактически какая-никакая, но приемка. То есть если мы должны подписать, подготовить такую бумагу и расписаться, что действительно объект построен, ну значит, если подпись, если что-то недостроено, значит, этой подписи не будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова